Коллеги, всем привет! Если вы хотите поменять свои парикмахерские ножницы, но вы не знаете, на какую стоимость рассчитываете, или вы не знаете, какие вообще, в принципе, вам нужны ножницы, напишите мне в директ, напишите мне комментарий под этим видео «Хочу купить ножницы от Кэшдан», и я с вами всегда свяжусь, всегда вам напишу, или вы мне напишите в директ, в принципе, не важно, как вам будет удобно связаться со мной, или я с вами свяжусь, и мы с радостью подберем вам любую модель из более 200 моделей, которые у нас, собственно, есть на складе. Ножницы достаточно большое количество, поэтому мой вам совет при выборе ножниц хотя бы подумать, к какой форме вы привыкли стричь, допустим, проецируя опять на себя, я люблю классические ножницы, соответственно, мне нужен размер 5,5 или пятерку для создания, допустим, точных стрижек, или, допустим, я люблю стричь шестерками, значит, мне нужна шестерка классическая, и бюджет примерно там до 20 тысяч рублей, или до 15 тысяч рублей. Соответственно, если у вас есть понимание, какая у вас форма, и какой у вас бюджет, какие ножницы вам нужны, прямые или филировочные, вы также мне пишите в директ и говорите, что вот хочу за такую сумму взять эти ножницы. Возможно ли? Соответственно, я, когда бываю на складе, я достаточно очень часто бываю на складе, я всегда подберу ножницы, которые будут подходить именно вам. Соответственно, от вас хочется получать только краткое описание тех ножниц, которые вы хотите видеть у себя. Все, а там мы уже подберем. Я вам подберу и по цене, и подберу вам по самому материалу, из чего сделаны ножницы, потому что ножницы, помимо того, что у них есть форма, у них есть цена, у них есть еще и сам материал, из которого они сделаны. Я уже как-то рассказывал на своем канале, что, допустим, если брать ножницы кедаки, они представлены в двух материалах. Это у нас 440 сталь, это достаточно мягкая сталь, и есть кобальтовая сталь. Значит, кобальтовая сталь, она у нас достаточно ходит очень долго, 440, она ходит достаточно меньше, потому что она мягкая. Но это не говорит о том, что вот кобальт такой классный, а 440 такая плохая. Нет, все достаточно, все просто. И те, и другие ножницы, они хороши. Просто дело все в том, что кобальт, он, естественно, стоит дороже, 440 сталь, она дешевле. Поэтому нельзя говорить, что одно хорошо, другое плохо. Надо просто знать, на какую стоимость вы рассчитываете. Поэтому, если вы решили подобрать себе ножницы, всегда напишите мне, на какую стоимость вы рассчитываете, и тогда мы с вами подберем ту оптимальную модель, которая подойдет именно вам, вне зависимости от стали. В любом случае, наша компания занимается только хорошим парикмахерским инструментом, которым я сам уже пользуюсь уже не один год, уже больше 10 лет. Я, например, использую ножницы такой торговой марки, как Joel. Поэтому, если вы хотите, чтобы я подобрал вам ножницы, пишите комментарии под этим видео, или стучите мне в директ. С вами был Каждан. Не забудьте подписаться на мой инстаграм, подпишитесь на мой YouTube-канал, где я всегда рассказываю про парикмахерский инструмент. До новых встреч. Пока-пока.